Доброе время суток, уважаемые родители! Сегодня мы по многочисленным вашим просьбам поговорим и разберем моменты, связанные с различными видами дыхательных нарушений у детей, связанных с проблемами нарушений в бронхах, то есть кашель и так далее. Два слова, как устроена дыхательная система у человека, у ребенка. И дыхательная система предназначена для обмена крови с получением кислорода и отдачей углекислого газа. И органы дыхательной системы представляют собой цепочку различных органов, различных путей. Начинается это все с носовой полости, в которой воздух увлажняется и согревается за счет мощного кровотока, с учетом различных капилляров, где проходят на ближайшей поверхности носовой полости. И дальше воздух проходит через отверстие, которое называемое носоглоткой, проходит в гортань. Гортань – система трубочек, хрящевых колец. И дальше идет воздух в трахею. Это тоже система трубочек, которая на определенном участке раздваивается на два бронха. Причем правый бронха толще и короче, левый бронх уже длиннее. Это важно. Дальше бронхи, входя в ткань легких, начинают раздваиваться на более мелкие, еще более мелкие, еще более мелкие. И мельчайшие бронхи, которые называются бронхиолы, заканчиваются пузырьками, которые называются альвеолы. И в этих пузырьках происходит газообмен. Они покрываются артериями мелкими, венами мелкими. И мелкие вены забирают углекислый газ, выводя его обратно через эту систему. А артерии отдают кислород, который расходится по органам и тканям, по клеткам, там, где он нуждается. И вот в момент инфекции, в момент осуществления каких-то проникновения каких-то инородных тел, микробов, вирусов и так далее, и так далее, слизистая оболочка верхних дыхательных путей, она подвергается вот такой агрессии со стороны микроорганизмов. И эта агрессия вызывает защитную реакцию организма, прежде всего, в виде кашля, если мы говорим о дыхательной системе. На самом деле, мы из этого делаем вывод, что кашель является защитной реакцией организма в ответ на раздражение слизистой. Кашель бывает разный. Соответствует глубине раздражения слизистой оболочки, исходя из дыхательных путей. Если раздражение идет на уровне поверхностном, то есть на уровне глотки, поскольку по-латыни глотка фарингс, то ее воспаление называется фарингитом, и мы при этом у ребенка видим покраснение, он открывает рот, покраснение дужек вокруг составляющих этого отверстия, этой глотки. И чаще всего в этом состоянии кашля почти нет, или легкое покашливание такое, как ответная реакция на першение в горле. Вот там что-то першит, что-то чешется, ребенок откашливается, иногда даже пытается туда залезть руками, что-то почесать, потому что неприятные ощущения. Вот это подсказывает вам, что надо посмотреть ребенку в горло, посмотреть его рот и увидеть покраснение. В таком случае наиболее хорошие методы лечения – это прогревание этих мест, то есть теплое питье достаточно большое, можно со смягчающими травками, ну, например, с такими, как ромашка, именно питье, как ромашка, как зверобой, как шалфей. Вот такие травки нужно в пакетиках делать теплый, такой очень теплый чай, и понемножечку, вот здесь не надо литрами в него вливать, наоборот, нужно это делать как можно чаще, и не обязательно много, несколько ложечек согревающего, буквально через каждые 30-40 минут, этого будет достаточно, чтобы поддерживать вот эту теплую атмосферу в глотке для ускорения процесса заживления. Когда инфекция спускается дальше, спускается в гортань, называется заболевание, которое называется ларингитом, от слова лярингс, гортань. Вот здесь ситуация резко меняется, потому что гортань – это трубка, слизистая этой трубки, когда воспаляется, возникает отек. И вот здесь возникает ситуация, иногда очень нехорошая, особенно в том случае, если ребенок склонен к аллергическим процессам. Почему? Потому что диаметр трубки достаточно постоянен, и любое воспаление слизистой влечет за собой отек. Этот отек резко уменьшает просвет гортани. И возникает ситуация, когда кашель у ребенка является защитной реакцией, и он проявляется очень жестко. Как заподозрить воспаление гортани или рентгит? Ну, довольно часто это можно заподозрить по виду кашля. Кашель в этом случае становится сухим, он становится достаточно жестким, и что особенно является нехорошим симптомом, это начало затрудненного дыхания. Причем при ларингите затрудняется вдох. То есть это выглядит примерно так. Сейчас я попробую изобразить. Иногда вдох шумный. Вот это классическая картина спазма гортани. Иногда его еще называют стенозом гортани или ложным крупом. Почему так называют? Потому что есть истинный круп, который случается при заболевании дифтерией. Но я надеюсь, что, опять же, к вопросу о значимости прививок, я надеюсь, что большинство из вас защитило своих детей от дифтерии, прививкой антидифтерийной. Таким образом, нам с вами это не грозит. Так вот, вот этот вот ложный круп, это состояние заболевания чаще всего возникает у детей склонных к аллергии, у детей аллергиков, у детей, которые легко возникают какие-то отеки, у детей с эксудативным так называемым диатезом, которые реагируют на все в виде сыпи и так далее. Вот если вы чувствуете, что у ребенка возникает такой сухой, жесткий надрывный кашель и особенно затрудненное дыхание, меры надо принимать незамедлительно, потому что это состояние скорой помощи. Вот этот ложный круп или стеноз гортани нарастает очень быстро за счет нарастания отека. И в тот момент, когда отек перекрывает просвет гортани, ребенок начинает задыхаться и очень быстро наступают неприятные последствия. Поэтому этот отек надо снимать. Возникает вопрос, как? И вот здесь надо действовать очень быстро. Значит, что нужно делать прежде всего? Вы открываете горячую воду, кипяток максимальной ванне, или, ну, допустим, сначала там где есть ванна, открываете ванню, закрываете двери. Когда в ванне наберется вода, и вы почувствуете, что там уже достаточно пара горячей ванны, вы туда высыпаете максимальное количество соды. Прямо упаковку, пачку соды в эту ванну, и заходите в это помещение с ребенком. Ощущения и клинические проявления у ребенка сразу меняются. Дыхание налаживается, кашель становится более влажным. Здесь основной симптом – это симптом улучшения вдоха. Вот когда уходит вот этот звук, то мы можем говорить о том, что ваша задача выполнена. Если нет ванны, что делать? Значит, просто берем кастрюлю с кипятком горячей водой, высыпаем туда соды, и даем ребенку возможность подышать. Не обязательно сувать его в кастрюлю, потому что он обожжется. Поэтому на каком-то расстоянии, или можно вот этот пар гнать чем-то, газетой, веером, чем-то к ребенку, чтобы он этим паром дышал. Значит, после того, как острый момент ушел, то есть вы справились с острым моментом, значит, ну, если вы чувствуете, что проходит медленно или что-то не очень хорошо, то параллельно, вот пока вы это делаете, кто-то из близких вызывает скорую помощь, потому что это требует введения определенных, снимающих спазм препаратов. Еще раз напоминаю, что это экстренное состояние скорой помощи. Ну вот, когда вы уже вроде как бы остроту сняли, и вам это удалось, то вы осуществляете такие мероприятия, осуществляете ингаляцию. Самый хороший способ, который есть, это так называемое выделение сухого пара. Вы отвариваете картошку, нечищенную, но это берет время, поэтому это вы делаете уже потом. Или параллельно, пока она варится, вы с ребенком в ванной или у кастрюли. Потом, значит, вы сливаете с этой картошки воду, после того, как она сварится, и насыпаете туда траву сухую. Значит, какую траву лучше всего использовать? Траву, которая снимает спазм. Это достаточно неплохо работает в этом случае именно лаванда. Очень хорошо работает мята. Туда можно добавить еще немножко, уже не такое количество соды. Можно добавить, как бы, все это вместе. Можно добавить ароматические масла. Опять же, это может быть масло мята, это может быть масло чайного дерева. Вот. И дать ребенку подышать. Если ребенок очень маленький, то не надо его пугать просто над кастрюлей. Если ребенок постарше, с ним можно поиграть. Ну, вот, залезьте с ним под одеяло с этой кастрюлей, чтобы пар концентрировался. Будет легче. Вот. И нужно учитывать, что состояние ларингита, оно повторяется. Поэтому, когда ребенок благополучно у вас вылечится, и будет простужаться, как бы, в следующий раз, то уже вот мельчайшие симптомы простуды вы должны быть очень внимательны к его кашлю. Потому что очень часто такое состояние имеет тенденцию повторяться. И каждый раз нарастание таких симптомов будет более стремительным. Поэтому, если вы чувствуете, что кашель появляется, и кашель сухой, даже малейшее подкашливание, нужно начинать принимать вот такие мероприятия, как ингаляции, как травы, именно вот снимающие спазм гортани. О следующих проблемах, о следующих заболеваниях дыхательных путей мы поговорим с вами в следующий раз. Наше время сегодня заканчивается. Очень приятно было с вами пообщаться. Надеюсь, вы услышали и приняли к сведению мои рекомендации. И всего вам доброго. Будьте здоровы. До следующих встреч.